Партия «Единая Россия» Партии нужны сильные лидеры. Попробуйте свои силы и побеждайте. Вместе с вами мы сформируем власть народам. Единая Россия. Партия народа. Здравствуйте, уважаемые участники предварительного голосования. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы начинаем дебаты участников предварительного голосования. Меня зовут Анна Хамбир. Я буду ведущей и модератором этих дебатов. 18 сентября по всей России единый день голосования. В этот день мы выбираем депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Чтобы партию представляли на выборах самые достойные, «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения их кандидатами уже на выборы. 22 мая предварительное голосование состоится. Именно по итогам этого голосования мы и узнаем именно тех, кто представит партию. Ну а познакомиться с участниками предварительного голосования как раз и можно на таких вот дебатах. В Карелии официально зарегистрировано для участия в предварительном голосовании 6 человек. Я вам их представлю. Это Лариса Вячеславовна Жданова, Валентина Николаевна Пивненко, Анна Валерьевна Лопаткина, Андрей Анатольевич Редькин, Григорий Васильевич Фондеев и Лисанн Владимирович Шандалович. Сегодня в нашей студии в этих дебатах принимают участие пятеро из них. И вот сейчас, вы конечно все их хорошо знаете, я уже представлю каждого поименно со всеми их званиями, регалиями и должностями. Итак, представляю участников в алфавитном списке, как того требует регламент дебатов. Итак, Лариса Вячеславовна Жданова, заслушанный журналист Карелии, председатель комитета по экономической политике и налогам ЗАГС Собрания Республики, директор ГТРК Карелии. Валентина Николаевна Пивненко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания России. Андрей Анатольевич Редькин, председатель молодежного правительства Карелии и руководитель регионального отделения молодой гвардии. Григорий Васильевич Фондеев, член общественной палаты Республики Карелия, руководитель общественной организации в защиту архитектуры Петрозаводска. И Александр Владимирович Шандалович, заслуженный врач Республики Карелия, председатель комитета по социальной политике ЗАГС Собрания Республики, главный врач Республиканской больницы имени Баранова. Тема сегодняшних наших дебатов звучит так. Сбережение нации, здравоохранение, образование, социальная политика. В начале дебатов каждому из наших участников предварительного голосования будет предоставлено вступительное слово в пределах трех минут. Я вас, уважаемые участники, прошу этот лимит выдержать, чтобы мы могли соблюсти равенство вашего выступления. Итак, слово предоставляется Ларисе Вячеславовне Ждановой. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Давайте, поскольку я первая начинаю, разберемся, что такое социальная политика государства. На мой взгляд, ну и на взгляд политолог, социальная политика государства это, по сути, честное, справедливое распределение национальных богатств страны. То есть социальная политика это обязанность государства обеспечить гражданам качественный уровень жизни. Достойная зарплата это социальная политика, конечно. И наша партия сейчас выходит с инициативой, чтобы зарплаты топ-менеджеров крупных предприятий были каким-то образом соотнесены с зарплатами работников. Чтобы не было такой огромной диспропорции в заработных платах. И я считаю, что это только начало. Необходимо ту же самую политику проводить и в отношении предприятий, где частный бизнес участника. Мы должны принять законопроекты, которые регламентируют не огромную разницу в доходах населения, которое сейчас существует, а разницу, как в цивилизованной стране, чтобы работники на предприятиях могли жить достойно. Это важная часть нашей социальной политики. И наш парламент Карелии неоднократно выходил с этими инициативами. Достойное жилье, качественное. Это социальная политика? Конечно, это социальная политика. И наш парламент, и по моей инициативе в том числе, неоднократно выходил с предложением, например, решить вопрос о льготном кредитовании капремонта. Мы сегодня имеем закон о капремонте. Какой? Гражданам говорят, вы платите деньги, и может быть в течение нескольких лет, 10-20, вы отремонтируете свое жилье. Конечно, государство должно сначала вложить деньги в это жилье, отремонтировать его, чтобы гражданин понимал, за что он платит эти деньги. И наша инициатива, несколько лет назад, которую мы ретранслировали в Москву, она нашла поддержку и министра ЖКХ России, и премьер-министра, и руководителя Совета Федерации. Но последняя наша инициатива, которую мы отправили, мы просим ускорить решение этого вопроса, чтобы побыстрее были приняты все законы. Извините, я еще не сказала о том, что необходимо все меры соцподдержки гражданам выдавать, и тогда мы достигнем социального мира в стране. Хорошо, Лариса Ильичлавовна, спасибо. Наш алфавитный список участников продолжает. Валентина Николаевна Пивненко, пожалуйста, вам слово. Спасибо, добрый день. Социальная политика государства – это действительно конституционная обязанность нашей России. И на сегодня социальная политика направлена на то, чтобы обеспечивать достойный уровень жизни всех категорий населения. Не просто в этих сложных экономических условиях выполнять социальные обязательства, но они предусмотрены законом о федеральном бюджете, они предусмотрены другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. И эта тема, она не сходит с повестки дня заседаний Государственной Думы и, конечно, нашей фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Поскольку инициативы нашей фракции «Единая Россия» не просто обсуждаются, но они и обеспечиваются сопровождением принимаемых законопроектов, мы не удовлетворены той ситуации, которая сегодня, к сожалению, складывается в Российской Федерации. Поэтому по инициативе «Единой России» в Санкт-Петербурге проходил 25 марта большой социальный форум, на котором присутствовало более двух с половиной членов нашей партии и руководства нашей страны. Мы поставили проблемные задачи на перспективу, которые нужно решить для поддержки и помощи, прежде всего, нашим российским семьям, потому что это основа государства, детям, молодежи, лицам старшего поколения, тем молодым людям особенно, которые начинают трудовую жизнь, чтобы они имели право и гарантии иметь достойное, интересное рабочее место по его профессии и иметь достойный уровень заработной платы и, конечно, перспективу. Вопросы были многоплановые, но по ним формируется сейчас партийная программа «Партия «Единая Россия», где предложения действительно не просто принимаются, но они уже обеспечиваются конкретными решениями. Антон Николаевич, спасибо. Вступительное слово Андрея Анатольевича Редькина, пожалуйста. Добрый день. Когда я подавал документы на участие в предварительном голосовании, мои коллеги и сверстники спрашивали меня, зачем я это делаю, чего я хочу добиться, что я хочу от этого получить. Многие из них считают, что работа над законодательством или управление государством – это вещи, доступные только авторитетным и опытным людям. Многие из них частенько сталкиваются с фразами «Подожди», «Не сейчас», «Еще не пришло ваше время», «А когда же оно придет?» «Когда будет нам 30 лет, 40 или 50?» Молодежь сегодня – это активная часть населения. Мы хотим, чтобы уже со школьной скамьи нам были доступны все возможности участия во всех направлениях, которые существуют и в регионе, и в стране. Мы учимся в университетах, колледжах, техникумах. И хотим, чтобы наши инициативы также принимались и воплощались в жизнь. Мы работаем на заводах, учим детей в школах, лечим больных. И хотим, чтобы наши права были услышаны и также принимались. Сегодня молодежь готова оперативно реагировать на все вызовы, готова активно включаться в работу и готова работать на благо своего региона, на благо жителей и на благо нашей страны. 22 мая будет предварительное голосование. Я призываю всех прийти и проголосовать за наше с вами будущее. Андрей Ритькин. Спасибо, что очень корректно вписались в свои три минуты. И слово предоставляется Лисану Владимировичу Шандаловичу. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле, чем мы сильны? Сильны мы своей исторической памятью, мы сильны памятью о своих корнях, знаниям истории. Это очень важно. Вы, наверное, все прекрасно помните небезызвестное письмо, которое в 1761 году написал Михаил Ломоносов графу Шувалову о рассуждении о размножении и сохранении российского народа. Актуальны ли эти проблемы сегодня? Да, безусловно, актуальны. Мы прекрасно понимаем, что именно сбережение нации, сбережение нашего народа поможет нам сохраниться, поможет нам быть влиятельными в мире, поможет нам выстроить именно то социально справедливое общество, строительством которого мы занимаемся. Это очень важно. Я очень рад, что здесь собрались абсолютно разные люди. Здесь собрались люди разного жизненного опыта, разных профессий, наверное, немножко разных взглядов на жизнь и оценку ее. Я уверен, что это все вместе поможет нам сегодня найти подходы к решению сложных проблем. И уверен, что те вопросы, которые вы зададите, которые вас будут интересовать, они как раз и будут основой тех предвыборных идей и программ, которые мы планируем коллеге вам представить. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. И вступительное слово предоставляется Григорию Васильевичу Фондееву. Прошу вас. Уважаемые друзья, мы с вами сегодня собрались на дебатах. И тема одна из самых, наверное, основных для дебатов, потому что это сбережение нации. Хочу обратить внимание на этот термин – сбережение. Это в 10 раз усиленный термин сохранения нации. Нации и страны, которую мы чуть не потеряли в 90-е годы. К сожалению, вы знаете, что начиная с 92-го года у нас в стране складывалась катастрофическая демографическая ситуация. Просто страна умирала. И по прогнозам некоторых ученых, мы к 2020 году должны были получить только 70 миллионов населения страны. Страна должна была сократиться в два раза. То есть фактически государство умирало. И мы все эти 10-15 лет боролись за сохранение нашей страны, за сохранение нашей нации, за сбережение ее. Что самое важное, только в 2012-2013 году наш демографический показатель показал рост населения страны. Мы только в 2012 году с помощью многотысячных усилий смогли добиться того, что наше государство перестало умирать. Но, к сожалению, вот это сохранение, созидание нации, оно зиждется на трех китах. Это не только демографическая ситуация, это не только уровень рождаемости и смертности. Это также образование и социальная политика, социальная нагрузка государства. Поэтому вот эти две темы, которые еще остались не совсем раскрыты. Во-первых, образование, оно должно быть доступным и качественным. К сожалению, мы говорим о том, что доступность сейчас практически для всех у нас равная. Потому что у нас житель деревни может сдать экзамен и поступить в престижный вуз. Но мы теперь говорим чаще о качестве образования. Потому что те тесты, которые сейчас проходят наши школьники, они никак не сравниваются с теми тестами, которые проходили в 80-е годы в советское время. Что касается социальной политики, социальной нагрузки, какие-то темы у нас хорошо отработаны, как многодетная семья. Но какие-то темы остаются не раскрыты. Спасибо. Спасибо, Григорий Васильевич. Итак, первый этап, когда участники представляли свое вступительное слово, нами пройден. Сейчас к обсуждению темы, темы сбережения нации, присоединяется наша аудитория, наши зрители, которые за ходом дебатов наблюдают здесь, в этой студии. У каждого из вас сейчас есть возможность задать вопросы участникам предварительного голосования. Пожалуйста, обращайтесь персонально к кому-то из них, постарайтесь кратко формулировать свой вопрос, уложитесь в минуту. Ну и я думаю, что в нашей интеллигентной аудитории, наверное, излишне говорить о том, что вопросы должны быть сформулированы корректно по отношению к участникам дебатов и содержать стоверную информацию. У участников дебатов три минуты на ответ, на вопрос. Итак, кто первый задает вопрос? Кто готов задать вопрос первым? Да, пожалуйста. Пожалуйста, представляйтесь и, если можно, вставайте. Здравствуйте, меня зовут Оксана Яцкова. Я хотела бы, Григорий Васильевич, задать вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот у моей подруги трое детей, это многодетная семья. Как вы считаете, какая поддержка должна быть оказана многодетным семьям? И есть ли в вашей программе решение данного вопроса? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Это вопрос, действительно, вопрос, который волнует не только жителей республики, но и жителей всей страны. Потому что, как я уже отметил в своем выступлении, демографическая проблема решалась системно несколько лет. Я, когда был депутатом законодательного собрания, выступал с инициативой на региональном уровне о региональном материнском капитале. И мы добились того, что этот закон сегодня существует, индексация прошла. Сколько мне известно, 100 тысяч за третьего ребенка в Карелии получают. Конечно, важно поддерживать семью, важно, чтобы в государстве прибавлялось людей. Людей образованных, людей, которые потом будут жить в нашем государстве и работать на наше государство, работать все на созидание. Но есть перегибы, есть недопонимания, особенно на местном уровне. Когда многодетным семьям выделяют участки земли, у черта на куличках у нас так говорят в стране. То есть ни электричество, ни канализация, водоснабжение. И сейчас мы этой проблемой занимаемся вместе с общероссийским народным фронтом. Потому что часть участков, которые выделены в городе Петрозаводск, к сожалению, не подпадают ни под какие параметры. Людям нужно вкладывать огромные средства, чтобы получить достойный участок земли и развивать свою семью. Если же говорить о доплатах, то считаю, что материнский капитал – это один из самых лучших законопроектов, который придуман на территории Российской Федерации. Нужно обязательно сохранить либо этот законопроект в этом виде, либо уже сейчас есть инициативы, чтобы продолжить эту систему, но в других видах законопроектов. Также я считаю, что нужно не только многодетных поддерживать, но и заселять наши территории, в том числе северные территории. Вот вы знаете, что на Дальний Восток сейчас могут люди приехать и получить землю. Также и в Карелию, и в Мурманскую, и в Архангельскую область, на территории, где мало населения, люди должны приезжать и спокойно, бесплатно получать землю для развития своей семьи. Поэтому я системно выступаю за развитие семей, в том числе и многодетных. И считаю, что их нужно поддерживать максимально. Спасибо. Кто готов задать второй вопрос нашим участникам? Меня зовут Егор Дмитриев, у меня вопрос к Александру Владимировичу. В социальных сетях мы очень часто видим объявления о сборе средств на лечение для детей или взрослых. Не подскажете, это обозначает, у нас недоступно высокотехнологическое лечение, или мы просто-напросто отстаем от зарубежных технологий в этой сфере? Вы знаете, проблема на самом деле есть, она достаточно актуальна. Я хочу сказать, что российским законодательством вообще декларировано, не декларировано, утверждено бесплатная медицинская помощь. Мы это все прекрасно знаем, это записано в Конституции. Сегодня у нас в России делаются такие операции, как пересадка сердца, пересадка почек. Мы прекрасно научились лечить тяжелые заболевания крови, и почти 90% лейкоза мы переводим в ремиссию. Мы сегодня делаем виртуозные операции нейрохирургические, ортопедические и много чего другого. Здесь я бы разделил на три части, наверное, по этим сборам средств и так далее проблемы. Первое. Когда деньги действительно нужны, ну, допустим, для сбора средств на пересадку костного мозга, поскольку базы данных, банка данных в России, к сожалению, пока нет, он только формируется, приходится использовать доноров из-за рубежа. Да, необходимо. Есть вторая часть, когда не вполне корректные рекомендации, даваемые и обещания, заставляют родственников продавать последние, для того, чтобы оплатить лечение, а на самом деле эффекта от него не будет, к сожалению. Это и магия, и целития, или различные можно их назвать. И третье – это откровенно мошеннические схемы. Вот этого мы должны избежать. Что мы имеем сегодня по ВМП? И что такое ВМП? – высокотехнологичная медицинская помощь. Это использование новых, уникальных технологий в медицине. Что происходит у нас в Карелии сегодня? Сегодня в Карелии первая лицензия получена была в 2010 году по сердечно-сосудистой хирургии. Сегодня выполняется мешательство и лечебных мероприятий 1600 человек. 1600 жителей Карелии получают высокотехнологичную медицинскую помощь уже у нас дома в Карелии. И тысяча человек, примерно, отправляется за пределы Карелии. Есть возможность, да. Мой совет. Первое. Обратитесь к врачу, и пускай он вас даст рекомендацию. Если вы не получили четкого разъяснения, есть комиссии в каждой поликлинике, где вам скажут, что по отбору на высокотехнологичную медицинскую помощь. Да, это возможно, это возможно. Сейчас возможности очень большие, поверьте на самом деле. Да. И тогда уже принимается решение, нужно делать или нет. В министерстве есть целый отдел, который очень компетентен и который много людей направляет и за пределы Республики Карелия на лечение. Поэтому, в первую очередь, изучите хорошо ситуацию, нужно быть правильно и ориентированным, не поддаваться эмоциям. Потому что, понятно, в этот момент эмоции часто захлёстывают. Обратитесь к врачу, я думаю, можно эти проблемы решить. И у нас сейчас, на самом деле, эффект от внедрения высокотехнологичной помощи очень высокий. Я вам скажу, что те заболевания, которые мы раньше не мечтали лечить, сейчас излечиваются. Сейчас мы помогаем людям, и многие люди возвращаются к нормальной жизни. Спасибо. Еще три участника наших дебатов готовы услышать вопрос в свой адрес. Да, пожалуйста. Светлана Пахомова, у меня вопрос к Ларисе Вячеславне. Лариса Вячеславовна, вы достаточно подробно показали, что составляет социальную политику. А как вы считаете, что конкретно нужно сделать в Карелии, чтобы каждый гражданин получал качественные, разнообразные социальные услуги? Спасибо. Вы меня знаете давно, кто-то лично, кто-то читал мои статьи, смотрел программы, и все знают, что я придерживаюсь социалистических взглядов. Я категорически против либерализма в том виде, в котором сейчас он существует в экономике. Нам для того, чтобы выполнить все социальные гарантии, а у государства и в Карелии их достаточно много, много хороших законопроектов, чтобы выполнить социальные гарантии, нужны деньги. Все это прекрасно понимают. И на сегодня я убеждена, что мы должны поддержать президента в двух важнейших направлениях работы. Это первое, борьба с коррупцией, и тогда в стране будет гораздо больше денег. И второе, это установление социальной справедливости. И здесь я стою на позиции ведения прогрессивной шкалы подоходного налога. Я давно этим занимаюсь, неоднократно, так сказать, отправляла тоже предложение в федеральный центр. Сейчас парламентская ассоциация Северо-Запада должна рассматривать мое предложение. Я убеждена, что на сегодня богатые в стране должны делиться. Это крайне важно. В России вообще нужно создать такую атмосферу социальной политики, чтобы было стыдно кичиться своими яхтами, когда еще не вся страна живет хорошо, когда еще есть дома с выгребными туалетами. Вот эта атмосфера должна быть создана, и это часть социальной политики, и это часть социальной ответственности политиков в том числе. Поэтому прогрессивная шкала подоходного налога должна быть введена, и также должны быть введены в обязательном порядке электронные деньги в стране, и также в обязательном порядке декларации о доходах и расходах для каждого жителя страны, чтобы не было возможности перевести свои активы на бабу Машу, дядю Васю и так далее. То есть, чтобы каждый прозрачно отчитывался о своих доходах, тогда не будет коррупции, не будет этих левых денег, зарплаты в конвертах, от которой страдают тоже люди, обычные работники, потому что мы прекрасно знаем, к месту отдыха, проезд, что все получают? В частных предприятиях получают? Нет. Полный отпуск, оплачиваемый, который положен по закону о северах, все получают жителей с улики? Нет, не все. Мы знаем, что этого нет. И тогда, когда мы вот эту прозрачность установим, когда мы вот эти два важнейших закона введем, тогда, повторяю, мы победим и коррупцию, и тогда у нас в стране денег будет гораздо больше, и мы сможем выполнить все социальные гарантии, которые мы, страна, государство взяла перед нашими жителями. Вот это, мне кажется, вот в первую очередь, концептуально повернуть сознание, изменить подходы концептуальные к нашей политике. Тогда наш успех, мне кажется, и тогда будет социальный мир, и тогда будет главное, что поможет нам сохранить страну, сберечь нацию. Тогда мы достигнем социального мира между всеми слоями населения, тогда появится доверие к власти. И я считаю, что наша партия, это партия, которая должна помочь и премьер-министру, и президенту решить эти важнейшие задачи. Спасибо за ответ. Итак, вопрос, да, пожалуйста. Анатолий Ерошкин, у меня вопрос к Валентине Николаевне. Валентина Николаевна, вы в своем выступлении уже упомянули участие в форуме в Санкт-Петербурге, да? А не могли бы вы конкретизировать результаты, которые были достигнуты на этом форуме, и что конкретно это даст Карелии? Спасибо за вопрос. Первый результат, о котором я должна сказать, был объявлен Дмитрием Анатольевичем Медведевым о том, что будет принято решение, внесен проект федерального закона о повышении минимального размера заработной платы с 1 июля этого года. А второй, о котором я говорила, выступая на площадке «Семья», я просила обратить внимание на недостатки в организации летнего отдыха и вообще каникулярного отдыха и оздоровления наших детей. Учитывая то, что с 2013 года эта нагрузка легла на плечи регионов и местных органов власти, и невозможно обеспечить всех желающих детей организованным отдыхом в хороших комфортных условиях, я просила вернуть федеральное финансирование. Значит, это решение было уже принято. Он, когда подводил итоги, я имею в виду Дмитрий Анатольевичем Медведев, он сказал, что он это предложение поддерживает, и уже эта оздоровительная кампания 2016 года, она будет финансово поддержана из федерального бюджета. Я знаю, что сегодня уже Карелии предполагается получить 40 миллионов рублей конкретно на эти цели дополнительных средств. И я вчера встречалась со старшеклассниками, с педагогами и с населением поселка Ладва, когда я уезжала после этих встреч, мне позвонили и сказали, что уже пришла разнарядка на то, что дополнительно именно эта школа сельская получит 12 путевок, из них 7 бесплатных. Поэтому я считаю, что это тоже часть решений, хотя там пакет предложений, над которыми сейчас работают, он достаточно весомый. Это возвращение к молодежному, кооперативному, жилищному строительству, это дальнейшее развитие ипотечного строительства для молодых семей и возможность молодым семьям гасить часть средств ипотеки при рождении второго, третьего и последующих детей. Это за счет бюджета государства снижение налоговой ставки по ипотечным кредитам и увеличение возраста на получение таких ресурсов до 40 лет. Сейчас, как вы знаете, это 35 лет максимальный возраст. Это вопросы, которые связаны и с поддержкой старшего поколения. Я полагаю, что конкретика по тем позициям, которые сейчас изучаются во фракции «Единая Россия», они будут в ближайшее время представлены нам на обсуждение нашей партии, нашему карельскому региональному отделению. И я понимаю так, что мы должны будем вносить свои коррективы, предложения и добиваться того, чтобы вот эта социальная программа, она была частью нашей предвыборной программы партии «Единая Россия», за которую мы будем нести ответственность, так же, как и сейчас мы отвечаем за те решения, которые принимаем. Спасибо, Валентина Николаевна. Итак, пожалуйста, еще вопросы были, по-моему, с той стороны. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Шарипова Татьяна Михайловна. Мой вопрос Редькину Андрею. Он тут остался еще без вопроса. Андрей, вы работаете с молодежью. Понятно, что общаетесь с молодежью. Сами молодой человек. Как вы считаете, почему молодежь уезжает из Карелии? Это очень серьезный вопрос. Спасибо, что задали. Во многом молодежь уезжает из Республики Карелия в соседние регионы, в соседние страны не из-за того, что там лучше театры, лучше кино, лучше искусство. Определяющим фактором является все-таки работа. Сейчас очень важно каждому молодому человеку, после того, как он получил образование, найти достойную работу с достойной оплатой труда. В Карелии уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет составляет уже больше 26%. И надо понимать, что это активная часть населения. Если они сейчас не найдут здесь работу, то они уедут от нас, а те люди, которые сейчас работают на предприятиях, в учреждениях, они рано или поздно выйдут на пенсию, и никто не придет к ним на замену. В городе Петрозаводске, в частности, сложилась очень острая ситуация. Был закрыт Центр содействия занятости молодежи. Это муниципальное учреждение, которое за год принимало более 6 тысяч молодых людей и порядка 500 несовершеннолетних. То есть, да, у молодежи может быть слишком завышенные требования к работе. Все хотят быть начальниками, руководителями, директорами, получать большие зарплаты. Но раз попробовали, не получилось, два попробовали, не получилось. Они все равно приходят к тому, что нужно начинать свой карьерный рост, так сказать, от сахи. Да, они придут специалистами, да, они готовы обучаться на рабочих местах, да, они готовы, может быть, с большим усердием, потому что чувствуют конкуренцию со стороны более взрослых коллег, работать и отдаваться этому делу с полной душой. Так что я считаю, что первостепенная задача для города Петрозаводска, так как большая часть молодежи сконцентрирована все-таки здесь, это воссоздание отдела по содействию занятости молодежи. То есть открыть заново муниципальное учреждение, это очень большая нагрузка для бюджета. Но создание отдела на базе, допустим, муниципального учреждения «Центр молодежи» обойдется бюджету порядка 700-800 тысяч в год. И если мы выйдем на тот уровень, что будем трудоустраивать 6 тысяч молодых людей, даже если они будут получать мрот, то налоговые отчисления гораздо превысят расходы на содержание такого муниципального учреждения. Соответствующие предложения и аналитику мы сделали, отправили главе города и главе республики. Будем надеяться, что у нас поддерживают. Уважаемые зрители, уважаемые участники дебатов, мы взяли очень хороший такой темп. Сейчас каждый из наших участников дебатов уже получил по одному вопросу. Вопросы интересные, злободневные, наболевшим. Ответы очень конкретные с такими вот выкладками, которые сейчас Андрей представил. Я думаю, что мы продолжим и новые вопросы услышат наши участники. Пожалуйста, кто готов задать еще вопрос для наших участников. Да, пожалуйста, вы. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марат Нургалиев. Вопрос к Григорию Васильевичу. Петрозаводск по-прежнему враждебен к людям с ограниченными возможностями. Но у нас уже несколько лет действует... С ограниченными возможностями здоровья вы имеете в виду? Да, да, да. Но у нас уже несколько лет действует программа. Сейчас доступная среда. Каковы ее результаты на данный момент? Можете рассказать? Спасибо. Спасибо за конкретный и интересный вопрос. Я хотел бы задать такой риторический вопрос. А как вы думаете, почему мы людей с ограниченными возможностями на улицах-то не видим? Это не значит, что у нас этих людей, которых у нас, к сожалению, до сих пор называют инвалидами, нет. Эти люди также присутствуют в нашей жизни. Просто в других странах, к сожалению, они имеют возможность и доступ выехать элементарно из своего дома и показаться на улице. В других странах решены в большей части эти вопросы. А у нас стыдно. У нас и муниципальные учреждения, и многие учреждения социальной защиты не обеспечены средствами доступа людей с ограниченными возможностями для получения своих социальных услуг. Поэтому есть специальная программа Российского народного фронта по мониторингу этой ситуации. Мы этим занимаемся уже на протяжении года. Отмониторили часть объектов на территории Петрозаводска, в частности, поликлиника номер 2. Многие исправляются, кстати, опять же, вторая поликлиника исправила ситуацию. Пандус появился, отремонтированный. Появились знаки для слепых. И теперь этот объект можно считать объектом дружелюбным для людей с ограниченными возможностями. Но что хотелось бы сказать еще, на что хотелось бы еще обратить внимание. У нас есть частные фирмы, частные организации, коммерсанты, которые строят жилье, которые строят объекты недвижимости, которые совершенно не учитывают доступ людям с ограниченной возможностями. Начиная с того, что если человек покупает себе жилье, он не может, уже изначально не может обеспечить себе возможность доступа в это жилье. Он вынужден купить это жилье, потому что оно дешевле, может быть, находится в удобном для него месте. Но оно ему неудобно для передвижения. Поэтому нужно решать вопрос и на этом уровне, чтобы дома не сдавались в эксплуатацию без пандусов, без дополнительных устройств для доступа людей с ограниченными возможностями. Если мы сможем это сделать и, наконец, доказать коммерсантам и доказать в том числе и чиновникам, что это одна из первостепенных задач уважения всех людей, проживающих в нашей стране, уважения тех людей, которые попали в такую сложную жизненную ситуацию, то мы тогда можем поставить себя отлично и сказать, что мы та страна, которая уважает своих людей. Спасибо. Спасибо. У нас, по-моему, еще вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Добрый день. Ильин Сергей. Вопрос к Александру Владимировичу. Мы хотим на территории Республики Карелия учредить организацию, которая будет оказывать помощь детям-ангелам. Это особые дети с ДЦП. Вопрос такого плана. Можно ли у Республики сегодня надеяться на какую-то помощь и поддержку в этом направлении? На самом деле проблема очень актуальна. Буквально то, о чем говорил Григорий, наши вопросы перекрещатся. Очень хорошо, что как-то они рядом прозвучали. Это дети с детским зарубральным параличом, о чем вы говорите. И здесь несколько проблем. Это и создание безбарьерной среды, о чем говорил Григорий очень правильно, я считаю. И вторая вещь – это проведение реабилитационных и лечебных мероприятий. Что происходит сегодня? Ну, вообще, таких детишек, если мы говорим о детях, порядка 300 у нас в Республике Карелия. Это достаточно много. И сегодня уже создан при детской городской больнице города Петрозаводска очень хороший реабилитационный церковь. Он реально очень хороший. Что там делается? Там есть массажисты, там есть логопеды, там есть эрготерапевты. Чего не хватает сегодня? Не хватает площадей им, конечно. Необходимо их доснастить новым, современным оборудованием. Хотя и сегодня к нам приезжают из других регионов уже дети, а это действительно правда, потому что уровень оказания реабилитационной помощи в детской городской больнице города Петрозаводска достаточно высокий. Когда приезжала высокая комиссия вместе с Вероникой Игоревной Скворцовой, министром здравоохранения, она как раз отметила, что у вас правильно организована служба. Я вам очень благодарен за этот вопрос. Я надеюсь, что общественность тоже присоединится к решению этих проблем, и мы будем вместе помогать этим детям. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, кто готов задать следующий вопрос? Здравствуйте, меня зовут Сергей Титов. У меня вопрос к Валентине Николаевне Пивненко. Вы уже как опытный человек государственной власти, я думаю, знаете или сможете ответить на этот вопрос. В нашей стране еще проходит оптимизация общественных сфер жизни, в частности, в образовании, здравоохранении, в культуре. И все, наверное, знают, что оптимизация имеет негативные стороны, в частности, в здравоохранении. Вопрос можно было также передрисовать и Александру Шандововичу. Что касается оптимизации здравоохранения, когда в малых населенных пунктах фермерческие окружающие пункты закрываются. И многие люди вынуждены обращаться за медицинской помощью в районные центры. И для них это бывает очень даже затратно, в плане материально и морально. И так же касается и образования, когда закрываются школы. Пожалуйста, сформулируйте свой вопрос. Да, я думаю, что суть проблемы вы обрисовали. Что лично как вы, как государственный деятель, можете предложить по этому вопросу, как-то скорректировать эту проблему? Спасибо. Эта проблема очень тяжелая. И эта проблема, на мой взгляд, крайне негативно отражается на социальном благополучии населения нашей республики Карелия. Поэтому Федеральное законодательное собрание, наша фракция «Единая Россия» в Государственной Думе предприняло ряд мер по корректировке федерального законодательства, который запрещает закрывать лечебные учреждения на территории поселения и учебные учреждения без согласия населения. Должен быть проведен сход, должно быть высказано мнение, оформлена эта позиция, и только в том случае, значит, комиссия республиканская должна решать в будущем, каким быть или образовательному, или лечебному заведению на территории поселения. Это первое, и мне кажется, что это очень важно, потому что до настоящего времени мнение населения не спрашивали. Второе, что сделано, с помощью такого мощнейшего рычага, который мы получили в федеральную адресную инвестиционную программу социально-экономического развития Карелии на период 16-20-е годы, в рамках подготовки к столетию Республики Карелия, принято решение, которое подтверждено министром здравоохранения Российской Федерации о строительстве на территории Республики Карелия 18 современнейших фельдшерско-акушерских пунктов вместе со всей инфраструктурой и с предоставлением жилья. Такой проект идет. Второе, по инициативе опять-таки нашей фракции принята программа «Земский доктор». Эта программа предполагает в случае приглашения направления молодого специалиста на работу в медицинское учреждение в сельскую местность получить подъемные средства в размере 1 миллиона рублей. Поскольку было много обращений ко мне от руководителей поселений городского типа, которые не входили в эту программу, она сейчас распространяется и на этот статус наших поселений. Поэтому вот это те меры, которые приняты законодательно, но самое главное, нужно обращать внимание на то, что оптимизация не должна быть огольной, и законодательное собрание Республики Карелия, мне кажется, наши депутаты, они должны очень внимательно относиться к каждому вопросу, который касается будущего или перспективы учебного заведения или лечебного. Сейчас идет большая дискуссия в Петрозаводске по школе искусств. Я принимала участие неделю назад в общем собрании, которое там проходило. Сейчас изучается этот вопрос и готовятся предложения, но во главу угла будет поставлено мнение специалистов. Спасибо большое за ответ. Еще два участника готовы услышать вопросы. Да, пожалуйста. Сейчас, минутку, микрофон. Добрый день. Даршакова Наталья Владимировна. У меня вопрос с Андреем Анатольевичем вам. Уважаемый Андрей Анатольевич, по данным Всемирной Организации Здравоохранения известно, что на 50% здоровье человека определяется им самим, его образом жизни, то есть вредными привычками, гиподинамией и целый-целый дальше список. Как правило, в молодости люди об этом не думают. И вопрос у меня такой, думаете ли вы об этом? Кто-то должен об этом задуматься. Мне бы хотелось услышать ваши мысли по этому поводу. Спасибо за вопрос. Действительно, сейчас у молодежи очень много соблазнов. Это и алкогольная продукция, это табачные изделия, это даже наркотические вещества. Наша организация, молодая гвардия, добилась того, чтобы в Республике Карелия, благодаря депутатам Законодательного Собрания Республики Карелия, был принят законопроект о обограничении продажи алкогольных энергетиков. И сейчас такой законопроект принят, и он действует. Также такой законопроект принят уже в 37 регионах нашей страны. Для того, чтобы молодые люди не губили свое здоровье вот такой опасной смесью, как энергетические напитки и еще вместе с алкоголем. Когда это смешивается, это очень опасная смесь получается. Активисты молодой гвардии и я лично последовательно выступали, и будем выступать за увеличение зоны продажи алкоголя от образовательных организаций и организаций здравоохранения. Сейчас это расстояние составляет всего 20 метров в городе Петрозаводске, а до этого было вообще 10. Я надеюсь, что мы придем к тому, чтобы это расстояние было увеличено до 100 метров. Активисты нашей организации регулярно принимают участие в рейдах по устранению незаконной рекламы наркотических средств. А такая, к сожалению, есть. И есть она во всех районах Республики Карелия. Сейчас среди молодежи распространены так называемые синтетические наркотики, дизайнерские наркотики. Это смесь, которая очень опасна и иногда даже приводит к летальным исходам. Чаще всего подвержены влиянию и употреблению таких наркотиков молодежь. И начинается это уже с возраста, с 14 лет. То есть уже со школы наши дети подвержены вот такой опасности. И зачастую, очень часто они узнают информацию об этом из интернета, из дурных компаний. Во многом это связано с тем, что у них достаточно свободного времени, когда они ничем не заняты и открыты для такого агрессивного внешнего мира. Для того, чтобы это решить, у нас уже есть хороший способ. Это введен комплекс ГТО. То есть мы ребят со школьной скамьи приучаем к спорту. То есть они у нас с вами сдают упражнения, приобщаются к здоровому образу жизни. Это целый даже комплекс патриотического воспитания. И такие центры есть везде в Карелии. И позвольте закончу. Очень наконечный. Один такой очень хороший и надежный способ донесения информации для молодежи. Это личный пример и личная история успеха. Понятно. Спасибо. Ваша позиция ясна. У нас остался единственный участник дебатов, который второй вопрос пока не получил. Это Лариса Вячеславовна Жданова. Да, пожалуйста. Лариса Вячеславовна, меня зовут Крисовков Петров. У меня у меня такой вопрос. В последнее время все больше и больше народу говорит о том, что на телевидении появляется много интимной информации. Скажите, пожалуйста, в чем причина и какое ваше отношение к этому? Давайте начнем с того, что действительно с 90-х годов, которую упоминал Григорий Васильевич. Страна, конечно, прошла огромный путь. Допустим, количество квадратных метров благоустроенного жилья на одного человека в стране практически в два раза увеличилось. Мы прошли огромный путь. Но говорить о том, что в стране нет проблем, мы не можем. И, как говорится, из серии нечего на зеркало пенять. Средства массовой информации – это зеркало, которое отражает реальные проблемы. Я могу сказать, что на ГТРК Карелия нет ни одного циничного журналиста. Вот я руку дам на отсечение, что таких у нас людей нет. У нас каждый журналист воспринимает проблемы человека, к которому он приехал на съемки, не как маленькие и мизерные, а как реальные проблемы человека. У нас журналисты на радио, на телевидении, они обладают чувством и социальной ответственности за ту работу, которую они выполняют, и обладают чувством сострадания, тем чувством, которое я считаю, самым важным чувством для работающего журналиста. Потому что без него не получается профессионала высокого класса. И ГТРК Карелия, конечно, говорит о проблемах. Естественно, они есть, и если мы будем их замалчивать, они ведь сами, как говорится, как беременность, не растастутся. Понимаете? Нужно заставлять власти их решать. И это правильно. Это наша работа. Еще одна социальная ответственность, я считаю, прессы на сегодня, это каким-то образом объяснить жителям страны, что иногда разруха не в клозетах, а в нашем сознании. Мы должны сплачивать общество под какие-то решения одних целей и задач. Вот когда у нас в Петрозаводске проходит вопиющая ситуация, когда люди дерутся из-за места на парковке, это ведь говорит не о том, что это, так сказать, бедные люди, и у них нет куска хлеба. Это говорит о том, что у нас случился перелом в сознании. И мы страну, которую мы должны сберечь, сохранить, о чем мы говорим сегодня, мы страну не сбережем, не сохраним, если мы не изменим создание граждан, когда мы не поймем, что мы действительно все единая и неделимая Россия. И мы не должны драться между собой. Между нами должен быть мир и понимание. Мы должны уметь договариваться, о чем я тоже все время говорю, да, в своих интервью, когда ЖКХ занимаюсь, я говорю, мы должны научиться договориться в рамках одного дома о чем-то, пойти на компромиссы, потому что одним нужно крышу починить, а другим подвал, кто на первом этаже живет, и это понятно, а деньги на что-то одно. Но пойти на компромиссы, и точно так же пойти на компромиссы в городе, в республике и в стране. Мы должны, и это пресса тоже, и политики, и пресса, обязаны просто объяснять это людям. Мы должны идти вперед. Мы не должны уже зацикливаться на прежних ошибках. Мы должны идти вперед, поставить перед собой цель и идти вперед. И задача прессы в этом просто колоссальная, я считаю. И я надеюсь, что мы стараемся эту задачу выполнять. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, наши зрители и участники дебатов получили возможность пообщаться напрямую. За этим диалогом мы все наблюдали. Итак, сейчас мы, каждый из участников ответил на два вопроса. Мы подошли к третьему заключительному этапу дебатов участников предварительного голосования. Сейчас у вас, уважаемые участники, будет возможность выступить с заключительным словом по той теме, которую мы сегодня обсуждали, сбережение нации. На это будет у вас две минуты. Основываясь на своих представлениях, знания, опыта, представляйте свою позицию. По-прежнему в алфавитном порядке. Лариса Вячеславовна, вам слово, пожалуйста. Вот когда мы говорим о сбережении нации, надо иметь в виду, что это же задача государственная. А когда мы говорим о том, что такое государство, мы иногда думаем, что государство – это депутаты Государственной Думы, может быть, президент, а государство – это мы. И общество на сегодня, вот наши, может быть, достаточно слабые институты гражданского общества, оно не ретранслирует иногда серьезные запросы. Мы говорим на кухнях о чем-то, да, мы, так сказать, иногда свое негодование, вот опять же, в этих там каких-то драках на парковках высказываем. А мне кажется, вот наша партия – самая массовая партия в стране. Она, и вот люди, которые здесь сидят, многие члены партии, она должна совершенно четко ретранслировать свою задачу политикам. И политик должен знать, что если он не выполнил эту задачу, если он не услышал членов партии, в таком случае он, так сказать, не будет больше политиком от этой партии. Я была как-то давным-давно на заседании партии Чейки, социал-демократической партии мусоросжигательного завода в каком-то маленьком городке Швеции. Ну вот просто, они нас туда привели и говорят, вот у нас есть заседание, значит, этой ячейки, там сидит 14 человек, и они голосуют. Мы спрашивали, почему голосуют? Они говорят, принимать ли в стране 300 беженцев? Мы говорим, где этот мусоросжигательный завод? Где там ваше правительство в столице? Почему вы принимаете это решение? А они говорят, у нас же правящая партия, у нас правительство от нашей партии. И вот мы сейчас принимаем это решение, а потом там в столице все эти циферки, значит, соберут, и поймут, что партия приняла решение, там, не принимать, допустим, или принимать. И тогда правительство примет ровно такое решение, которое приняли рядовые члены партии. И я считаю, мы идем к этому, мы идем к массовым партиям, мы идем к реальным партиям. И я считаю, что мы пройдем этот путь. У нас еще и, как бы, времечко-то нам России на это отведено было мало. Мы этот путь пройдем, и тогда, тогда будет и социальный мир, и вся социальная политика у нас будет. Спасибо. Пожалуйста, заключительным словом Валентина Николаевна Пивненко. Спасибо большое. Я уверена в том, что социальные вопросы, социальная политика будет успешной тогда, когда будет работать экономика. Когда все возможности, социальные и когда ресурсные возможности будут направлены на то, чтобы наша страна, наша республика Карелия получала такой доход, который справедливо можно было бы распределять между теми гражданами нашей республики и страны, которые нуждаются в этом. Поэтому сегодня, опираясь на мои высказывания о том, что наша фракция в Государственной Думе принимала определенные законы, я должна сказать, что мы получили при помощи фракции «Единая Россия» в Государственной Думе очень большой и важный аргумент. Это наша программа федеральная, в которой мы должны участвовать все, и жители республики Карелия, и местные органы власти, и наши законодатели карельские, и должна нам помогать Государственная Дума. Я подчеркиваю этот вопрос потому, что когда федеральный бюджет государства был внесен в Государственную Думу, и для нас это важно, потому что это главный финансовый кошелек страны, и когда там не было первоначально обозначена наша карельская программа, голосовала только фракция «Единая Россия», 227 депутатов. Поэтому мы взяли на себя также ответственность за то, что мы будем выполнять те наказы избирателей, с которыми они к нам обращались, и которые вошли вот в этот главнейший документ, беспрецедентный для нашей республики Карелия. Поэтому все ресурсы, которые есть в нашей Карелии, лесные, это камень, это вода, это рыба, это все, оно должно быть направлено в рамках исполнения этой программы нашим с вами совместным трудом на созидание, на решение социальных вопросов. Спасибо, Валентина Миколаевна. Заключительное слово предоставляется Андрею Анатольевичу Ретикину. Пожалуйста. Сегодня мы должны создавать истории успеха молодых людей. Мы должны транслировать эти истории успеха. Мы должны задавать те модели поведения, которые будут востребованы, понятны и интересны молодежи. Для того, чтобы когда они вырастут, они стали профессионалами своего дела, остались у нас в регионе, развивали экономику, образование, социальную сферу и транслировали свой успешный опыт уже следующему молодому поколению. Мы должны создать механизм, лифт, по которому любой молодой человек у нас в регионе будет смотреть на успешные примеры и будет понимать, как и что нужно делать для того, чтобы быть здоровым, образованным и успешным. Я считаю, что это очень важно. Также хочу отметить, что сегодня у молодых людей отличается склад ума. Да, мы действуем немного импульсивно, да, может быть дерзко, но мы не боимся ошибиться и у нас еще нет этого страха поражения. Поэтому мы готовы с полной отдачей бросаться в бой, браться за любое дело и доводить его до конца. Так что считаю, что выборы должны показать, насколько сегодня власть заинтересована в молодежи, потому что мы свою готовность уже заявили. Спасибо, Андрей. Заключительное слово, пожалуйста, Григорий Васильевич Фондеев. Спасибо. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить аудиторию и коллег за открытую и честную дискуссию, которую мы здесь ведем. И напомнить и зрителям, и здесь присутствующим в зале, что 22 мая вы можете выбрать того, за кого вы захотите проголосовать и за кем вы видите перспективу, кого вы считаете лучшим кандидатом от партии на выборы в Государственную Думу. Я сам беспартийный, но участвую в этом предварительном голосовании, потому что хочу, чтобы была альтернатива, чтобы слышали другую точку зрения и выбирали. Выбирали реально из реальных кандидатов с разными политическими программами. Но самое важное, что все равно поддержка основной партии страны, Единой России, будет очень высокой, и высокий очень шанс, что этот кандидат победит на выборах в Государственную Думу. Поэтому нужно выбрать действительно не только сердцем, но и головой. Что касается моей предвыборной программы, то хотелось бы озвучить несколько ее тезисов. Я постараюсь на каждой дискуссии озвучивать те идеи, которые мне приходят в голову и которые я готов буду реализовать, если стану депутатом Госдумы. Один из законопроектов – это выделение бесплатной земли каждому достигшему 18 лет. Потому что страна у нас огромная и очень много незаселенных территорий. Да, сейчас хороший законопроект о заселении Дальнего Востока. Я считаю, что северные территории Российской Федерации тоже не заселены. И это в том числе поможет развитию инфраструктуры, о которой мы так говорим. Инфраструктуры Карелии, северам Карелии, когда люди спокойно будут готовы переехать, построить себе дом и создать новую жизнь. Считаю, что этот законопроект будет полезен нашей нации. Второй законопроект – это поддержка семьи. Он уже существует. Естественно, я его буду поддерживать. Считаю, что нужно индексировать выплату, которая на сегодняшний день существует. Она не индексировалась уже, по-моему, пять лет. И все-таки инфляция в стране существует. Поэтому было бы справедливо индексировать эту выплату. Также нужно обязательно озаботиться тем, чтобы региональный материнский капитал в некоторых регионах поддерживался федеральными властями. Потому что в нашей Карелии, к сожалению, до сих пор есть убыль населения. Спасибо. Спасибо, Григорий. Заключительное слово предоставляется Александру Владимировичу Шандаловичу. Я хочу всех поблагодарить за такой интересный открытый разговор. И много с него подчеркнул для себя. И я думаю, всем было интересно это общение. Я считаю, что тема, которая была заявлена – сбережение нации. Главной идеей ее должно быть объединение. Это очень важно. Мы можем строить и должны строить новые больницы, новые стадионы, новые школы. Но без духовности, общей духовности, не будет сплочения наций и не будет движения вперед. Это точно абсолютно. Нас объединяют такие вещи. Абсолютно прекрасный праздник 9 мая. И как он сейчас проходит? Это абсолютно неформальное мероприятие. Мы помним прекрасную идею с георгиевскими ленточками. Как это воспринято было людьми. А сейчас бессмертный полк. Но вы знаете, по стране уже тысячи, тысячи и сотни тысяч этих бессмертных полков. Это то, что нас объединяет. Нас объединяет наша историческая память, наша общая культура. Поэтому вместе с этим мы должны говорить и о развитии культуры, о развитии духовности в нашей стране. Мы все должны помнить, что мы одна большая семья. Тогда у нас все получится. Спасибо. Ну что же, участники дебатов завершили свое выступление. На мой взгляд, все ясно, четко и внятно определили свои позиции. Услышали их присутствующие сегодня в зале. И те, кто следит за трансляцией этих дебатов в интернете. Напомню, что за ходом дебатов можно следить на официальном сайте партии «Зна Россия» в разделе предварительное голосование. Итак, сегодня мы обсуждали тему сбережения нации, здравоохранения, образования, социальная политика. Впереди у нас еще несколько таких встреч. Обсуждать тему будем самые разные. Борьба с коррупцией, развитие экономики, сельское хозяйство, многострадальная сфера ЖКХ и другие. Такие же встречи состоятся и в районах. Надеемся, что они пройдут также интересно, содержательно и с участием нашей аудитории. Ну а сегодня я благодарю участников дебатов за их работу на этой площадке и еще раз представлю вам каждого из них. Лариса Вячеславовна Жданова, заслуженный журналист Карелия, председатель комитета по экономической политике и налогам, директор филиала ГТРК «Карелия». Валентина Николаевна Пивненко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания России. Андрей Анатольевич Редькин, председатель молодежного правительства Карелии, руководитель регионального отделения молодой гвардии. Григорий Васильевич Фондеев, член общественной палаты Республики Карелия, руководитель общественной организации в защиту архитектуры Петрозаводска. И Александр Владимирович Шандалович, заслуженный врач Республики Карелия, председатель комитета по социальной политике ЗАГС Собрания Республики, главный врач Республиканской больницы Небаранова. Спасибо нашей аудитории за участие в этих дебатах. Следующая наша встреча состоится 16 апреля. Но и еще раз вслед за участниками дебатов напомню, что 22 мая состоится предварительное голосование по отбору кандидатур, которые представят партию «Единая Россия» на выборах. Именно 22 мая узнаем именно тех, которые определят сами избиратели и все желающие прийти на избирательные участки. Итак, завершаем нашу встречу. Всего доброго, до свидания. Примите участие в предварительном голосовании. Заручитесь поддержкой людей и станьте официальным кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия». «Единая Россия». Партия народа.